Девушки отдыхают Эти уголовные дела Это для вас Особый случай Что такое? Девушки отдыхают Алло, милиция, дом слова В 12-й квартире только что стреляли Да, приезжайте Срочно 1944 год В собственной квартире Найдена мертвая жена журналиста газеты Социалистическая Харьковщина Радмила Маслова В Харьковском доме литераторов Подождите, а это не тот знаменитый Писательский дом слова? Угу, тот самый Ну там ведь в разное время жили И Лес Курбас И Остав Вишня И Николай Кулиш И Владимир Сосюра Неужели во время бомбежек Этот дом Совсем не пострадал? Город ведь переходил два раза Из рук в руки Ну, это один из немногих Представляете Который уцелел Там даже Телефонная линия полностью сохранилась Поэтому хозяева, которые Вернулись из эвакуации Сразу в него Заселились Наверное Попасть в этот дом незамеченным Не так-то и просто Ну В общем-то он всегда был Под пристальным наблюдением Ну, знаете Военное время не разбери их А хотя Хотя, хотя Я бы в первую очередь Искал среди своих А кто это Дверь входную раскурочил? Мы Ну, когда приехали Изнутри была заперта Ясно Что по мертвый? Знаем кто? Рада Маслова Ты еще В 1798-го года рождения Есть муж Владимир Маслов Журналист И где он? В редакции сказали Еще с утра уехал из города В Прохоровку Там год после танковых сражений Пишет очерк О начале мирной жизни Вернется завтра Понятно Анна Григорьевна А что у вас? Думаю, может Она сама себя Орудие убийства на месте При первичном осмотре Следов насилия нет Украшения тоже на месте Да На такой перстенек Грех не позарится На пистолете Есть смазанный отпечаток пальца Скорее всего Не ее Пальцы порохом не пахнут Имитировали самоубийство Вскрытие покажет Я везу тело к патологоанатому Да Радмила Цыганка что ли А кто сообщил? Сосед Василий Асачий Писатель Я как выстрел услышал Побежал соседям звонить Дверь мне не открыли Я сразу вас набрал Давайте уточним В котором часу вы услышали выстрел Где-то около четырех Вы не ошибаетесь Звонок поступил в 4.05 Да правильно Все так и было Откуда вы звонили говорите? А понимаю У меня в квартире телефон есть Вообще-то в этом доме У каждого телефон имеется Прямо-таки у каждого Да у каждого Как дом построили Сразу всем телефоны и поставили Начало 20 века В СССР время коммунальных квартир И рабочих бараков Массовая миграция населения Из села в город Привела к огромному дефициту Жилплощади Люди ютятся в городских комнатушках Оставив в деревнях родные дома В советской Украине писатели Представители творческой интеллигенции Живут как и все простые граждане В крайне стесненных условиях Руководство Харькова Тогдашней столицы Украины Решило помочь инженерам Человеческих душ Им позволили строить свой собственный дом На принципах кооперации Возглавил кооператив Знаменитый сатирик Остап Вишня Среди пайщиков Николай Кулиш Иван Багряный Валериан Подмогильный Николай Хвалевой Архитектор Михаил Дашкевич Спроектировал писательский дом В виде буквы С Здание сразу же получило В народе прозвище Дом Слова Элитная пятиэтажка Приняла первых жильцов В 1930 году В каждой квартире Был установлен телефон Невиданная в то время роскошь Для жильцов это было удобством А для властей Хорошим способом контролировать Разговоры творческой интеллигенции А вы ничего подозрительного Не слышали, не видели Возможно посторонний в дом приходил Да вроде бы нет Но по правде говоря Из меня свидетель не очень хороший Я целыми днями в кабинете На машинке стучу А возможно вы заметили Соседи себя как-то по странному вели Странно Знаете Маслова въехали в этот дом В 1931 или в 1932 году Все это такие дружные были А как вернулись из эвакуации Их как будто подменили Ссориться стали часто Часто? Ну как говорят Я отметки в календаре не ставил Но могу сказать практически каждый день А вы случайно Через стену не слышали Почему они ссорятся? Ну почему через стену? Лето, жара, окна открыты А их окно рядом возле моего Но не в моих это правилах Я не вслушивался Извините, я не хотел вас обидеть Знаете, вот только последнее время Рада была сама не своя Что не скажи, сразу в слезы Тяжело переживала разрыв с дочерью Какой разрыв? У Масловых дочь из тела Так вот из эвакуации Они вернулись без нее А почему так? Подробностей я не знаю Может она не ряхой была Хотя обычно К самоубийству готовится А у нас не записок И посуда грязная И гости накануне Выпивали что ли? Ну если и выпивали То только компот Похоже смородиновый Да нет, это паричка Так это и есть Красная смородина А по-вашему По-полтавски Паричка Леонид Петрович Дочерью разрыв был Время все бы по местам Расставила Мать все-таки Так что Красная смородина Это паричка? Ну да Ну а что между ними Произошло? Это из сорок первого История Харьков бомбить начали Володя получил разрешение На вывоз семьи из города Уже на чемоданах были И тут Элла пропала Когда пропала? Как потом оказалось Под бомбежку попала Ее контузило А дело было За день до отъезда Они ее везде искали Все больницы Объездили По руинам бегали Разве тут найдешь? И уехали без нее? Да Рада остаться хотела Володю ее буквально Насильно увез Она же цыганка А уже слухи тогда шли Что немцы Вереева цыганы Живых не оставляют А Элла не поняла ситуацию? У нее же тоже Внешность цыганская Так натерпелась Куда ей понять Просто обвинила родителей Что побоялись Ну а где сейчас Элла? Знаю, что живет на первого мая Точно адрес не скажу Ну а кто мог сегодня приходить к Раде? Не знаю Я как утром шла Только сейчас вернулась В Харьковском доме литераторов В собственной квартире Найдена мертвая жена Журналиста газеты Социалистическая Харьковщина Радмила Маслова Все указывало на самоубийство Но на пистолете Эксперт обнаружил Несколько отпечатков пальцев Это натолкнуло следствие на мысль Что женщину все-таки застрелили Соседка, подруга погибшей Рассказала Единственная дочь Рады, Элла Не общалась с ней Так как в 41-м году Родители оставили дочь в Харькове Девушка за годы оккупации Города немцами Многое пережила И не могла простить Раду за это А с мужем у нее какие отношения? Совсем испортились из-за дочери Как вы думаете А кто мог убить? Может быть муж? Да что вы, Володька? Нет Ну тогда кто мог? Знаете У нас тут шпана по дому собирается Настоящие бандиты, малолетки Вот они повадились в наш дом лазать Они же знают, что здесь писатели живут Спецпайки, вещи Куда они могли влезть? Ко мне лезли Ох ты ж Ну посеву отсюда Отпусти дура, больно Я дам дура И ты здесь гаденыш Еще раз вас здесь Я вижу милицию вызову Чистят все А сейчас же лето Жарко, двери открыты Вот они залезли А рада одна дома А описать кого-то сможете? Смогу Я их не раз под домом видела Сегодня и те же Одинаглый такой, со шрамом Так он давно раду подкарауливал То есть Как это подкарауливал? Очень просто Она идет, а он там где-то поблизости На днях у нее сумку с пайком вырвал Лично видели? Я видела, как он уже с сумкой бежал Я кричать начала И наш дворник за ним погнался Степ? Да? Поговори с дворником Сделаю Может вы сами ели, скажете? Было дело Дети голодные Жалко их Все время рыщут Чего пожрать? Ну и как, догнали? Эх, да где там? Вот и рада В ритмолу оставь я у покоя Сердечная женщина была Петька Сукин сын Еще раз на стене напишешь Прибью, гаденыш Отец Ты с утра здесь? Может видел кого подозрительного? Да не, с утра все нормально было Татьяна Викторовна Часов десять выходила А Владимир Петрович тут еще раньше на работу убежал Здравствуйте, Яков Семенович Здравствуй, Валюша Вы Муську не видели? Нет Сегодня не объявлялась О чем это я? Ах, да В обед Из подъезда Выходил тут один Эй, мужик Я к тебе обращаюсь Ты из какой квартиры? Глухой Чешо Я чего его заприметил Хромал он сильно Так А писать сможете? Ну Высокий такой На правую ногу припадал Высокий Ну а волосы, лицо? Не Лица не видел Волосы под картузом Картуз светлый такой А может он специально Картуз надел? Чтобы его не признал никто? Имитация самоубийства На самом деле Жертва умерла от асфиксии Как так? Следов удушения на шее нет? В том-то и фокус Душили не веревкой и не руками Видите эти маленькие пушинки? Подушка? Она самая Достали из носоглотки Из револьвера стреляли уже в мертвую Ну что там, может вернуться? Должен был Сейчас поеду на красных писателей Там и узнаю Кстати, Степа звонил Угу Сказал, дочка Масловых объявилась Ну-ка Спасибо Мама не могла себя убить Не могла Не могла Как думаете, кому она могла помешать? Не знаю, никому Здравствуйте Вы хорошо осмотрелись? Все вещи на месте? Как по мне, все Но я здесь не живу И мне сложно сказать Ваш отец Уже должен был вернуться из командировки Но его до сих пор нет Кому он мог поехать? Не знаю Возможно, друг какой-то Наведался Вы думаете, что мой отец убил маму? Он не мог этого сделать Не мог Он любил ее Любил Любил Не знаю, что и думать Володя уже полдня, как должен был вернуться До Прохоровки три часа черепашьи уходы В сельсовет обращались? Звонила Сказали, утром сел на автобус И сразу же в Харьков Спешил Возможно, к родственникам поехал Да нет у него родней Жена-то дочка Случилось с ним что-то Не понимаю Они что, всерьез подозревают Маслова? Какой у него был мотив? Ссорился с женой? Такое бывает в любой семье Ну, чтобы убивать Зачем? Ну, думаю, сыщики рассуждали так Должен был вернуться из командировки Не вернулся Ну, знаете, это то, что на поверхности А вы считаете, что Маслова не нужно было искать? Считаете, что должны дождаться, пока сам придет? Нет, почему же? Искать нужно, но Я бы сосредоточился на незнакомце под картузом Скажите, вы знаете худощавого мужчину? Хромого Его вчера возле дома Масловых видели Лешку, что ли? Соня! Сонь! Горенко позови! Только быстро давай! Присядьте Леша Горенко наш сотрудник Он с фронта без ноги вернулся Ему протез поставили Звали? Здравствуйте Леша, это сотрудники угрозыска Раду Маслова убили Как так? Я же только вчера ее видел А зачем вы вчера были в доме Масловых? Володя попросил Мы вчера утром встретились Он на автобус опаздывал Попросил важные документы забрать Ой, опять что-то забыл Привет А я думала, что Вова забыл что-то Так он и забыл Но торопился Просил пакет с документами забрать Сказал, где-то в комнате лежат Найдем Да проходи, не стой на пороге Давай компот Жару самое то Вчера сварила Не откажусь Присядьте Выпил компот Забрал пакет И все Вы когда у Рады были Не заметили ничего подозрительного в ее поведении? Да нет Вроде все как обычно Куда-то собиралась, кого-то ждала? Не похоже В домашнем Во дворе никого подозрительного не видели? Подозрительного Да сейчас каждый второй подозрительный Я же тоже для вас подозрительный, раз вы меня искали Нам дворник сказал, что видел вас, как вы вышли и картуз на глаза натянули Я всегда так хожу Под домом шантропа сидела На Ух ты Отдала сюда Ты чего ее трогаешь? Тихо А ты еще не заработала Ты чего раскомандовался? А кому тут командовать? Я вам с голоду сдохну и не даю, а вы? Пошли отсюда У одного был шрам Через все лицо, аж до верхней губы Леонид Петрович Опять этот со шрамом? Ну? Я навел справки Это Юра Шерин Сирота по кличке Шрам Надо его искать Товарищ Горенко А что это за важные бумаги были? Да откуда же я знаю Я же не смотрел Он попросил принести пакет Ну, Маслова на стол и положил Это его стол? Да Ну и беспорядок Это еще ничего Я его попросила убрать Видели бы вы, что тут неделю назад творилось Мы тут осмотримся Товарищ Горенко Вы пока можете быть свободны Если вы нам понадобитесь Мы вас вызовем Конечно Красная звезда Комсомольская правда По ту и по эту сторону фронта Володя цикл репортажей делал О фронтовиках Планировали ограбить Ну, Маслова на стол и по эту сторону фронтов Да, я тоже с утра не слышал Вчера говорили, что вы наступление пошли Уже Гродно взяли Тихо Стой Слышал? Да Стоять Стрелять буду Стой Кому говорю Ушел, гад Ого Ёлки-палки Когда увидели планшет Открыли его Сразу поняли Наборчик-то странный Невоенный Тетрадка Зубная щетка Удостоверение Журналистское Владимир Маслов Вот черт Муж убитый Я слышал Вчера в доме Слово Женщину мертвую нашли Сразу понял Вряд ли совпадение Так решил Сообщить вам Причина смерти? Удар палкой по голове Рядом валялось А на палке Разглядеть успели В попыхах К сожалению Нет, но Запрометил шрам На лице Шрам? Да он что Всю семью выслеживает? Степ Возьми калныша Еще людей И прочешите мне Все подворотни Подвалы Развалены Ведь там Беспризорники Выполняйте Есть За мной О, вода кипит Я тут мяты Наскубал Сейчас чайку попьем Я есть хочу Сейчас картоха Печется И мы покушаем Горячая В отделении остынет Ляля, беги Тихо, тихо Резкий какой Стоять Успокойся Милиция Третья где? Шрам? Ну? На Данилевского Точный адрес говори Какой точный адрес? Там дом разрушенный Подвал Он ночует там? Да В интернат вам нужно Пожалуйста Только не интернат Почему? Там мальчиков И девочек Расселяют Я ее люблю Честное слово Мы пойдем в ФЗУ Поженимся Не рано ли? Завтра Ко мне в отделение Придете Устроен завод Учениками И вечернюю школу Пойдете учиться Понял? Лично проверю Понял Придем Останьтесь с ними Пожалуйста Пожалуйста Вы кто такие Что я сделал? Человека убил Чего? Я никого не убивал Опа Котлы Твои? Никогда не сдавайся Твоя рада Знаешь такую? Ты морда ментовская Меня в часики подбросил Что? Уводи его Ну вот Это мы нашли у тебя Брехня? А это ты сбросил Когда от патруля Удерял Хрен докажешь Дядя Ты щенок Не тявкой Есть люди Которые тебя на раз-два Узнают А по законам Военного времени К стенке станешь Ты меня на понт Не бери Дядь Ну я и спрашивать Не буду Ты сейчас у меня При попытке К бегству ляжешь Прямо ворот Ну вставай Пошли Пошли Говорю Пошли Да не убивал я его Не убивал Что хочешь спрашиваю На все отвечу Говори Я вам жмонал Когда он помер Зачем ему вещи Я ищу за брал Это ты не так того Извини Мне жать охота А тебя уже нет Стоять Стрелять буду Стой Раду масло Зачем убил Да не убивал я никого Не убивал Я не понимаю Начальник о ком ты говоришь Понимаешь Узнаешь Ну Ты у нее сумку С продуктами дернул Дворник за тобой гнался Да не брал у нее сумку Она мне сама продукты давала С чего бы она тебе Продукты давала Она за своей дочкой Контуженной Убивалась А та ее на порог не пускала Вот мы и договорили Что я за ней буду Присматривать И продукты Приносить Она мне с корчами поможет А что это она тебя В помощники выбрала Еще когда немцы были Я ее дочь заприметил Она мне помогла Я ей Не верите Может и у нее спросить Ладно Останешься у нас пока Уведи Встал Кепку В Харьковском доме литератора В собственной квартире Найдена мертвая жена Журналиста газеты Социалистическая Харьковщина Радмила Маслова Следствие установило Женщину вначале задушили А потом произвели выстрел На следующий день У дома убитой Был обнаружен труп мужчины По документам Найденным в его сумке Стало ясно Это муж Радмилы Владимир Под подозрение Попадает местный Неблагополучный подросток По кличке Шрам Его задерживают Но парень уверяет Никого не убивал Он признался Дочь Масловых Не общалась с родителями И Радмила Просила Шрама Передавать ей продукты ЗВОНОК 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 Старший оперуполномоченный Журавиль Здравствуйте Это Кривенко Главрейц Социалистической Харьковщины Евдокия Ивановна Да Есть интересная информация Сможете подъехать? Помните наш разговор о беспорядке? Вот эту бумажку я нашла сегодня на столе И что? А то, что я ее лично выкинула Володя Ну что это такое? А что? Вчера в редакцию второй секретарь горкома приходил Показывай ему, как пресса работает И? Посмотри, какой бардак у тебя на столе Свинюшник просто Рабочая обстановка Рабочая? Это сколько тут лежит, а? Мерефа Аладар Червончик Я разгребу Извините Мерефа Это было бог знает когда А поконкретнее? Думаю, еще до войны Он тогда очерк о цыганском ансамбле Из Мерефы делал Я еще не знала, кому поручить И тут вспомнила, говорю Слушай, жена цыганка Словечки какие-то знаешь Поезжай Подождите Он что, эту записку с сорок первого хранил? Не знаю, но Только когда я эту записку в руки взяла Володя как будто не по себе стала Поехали в эту Мерефу Червончика искать Спасибо вам Я так понимаю, это вы меня искали? Старший оперуполномоченный Леонид Журавель Мартенек Буслов Роман Петрович Скажите, вы в Мерефе давно живете? С рождения Вам имя Аладар Червончика о чем-то говорит? Да Дед Червончик При немцах выжил Чертяка Спрятался Всех цыган в одно место собрали И заживо сожгли А он спрятался Так вы и адресок подсказать сможете? Смогу Улица Новопроездная 4 Это там на окраине Второй дом Спасибо Я не понимаю, почему они вообще за эту информацию зацепились? Ну, потому что других зацепок вообще не осталось Ну, а какая связь? Маслова в Харькове, Червончик в Мерефе, цыгане У меня вообще впечатление об этом деле, как очереде следственных ошибок Ну, журавель это интуиция Как вы сейчас сказали, нестандартное мышление А Червончик вообще здесь ни при чем Вот Ну, вот именно с него дело начало раскручиваться по-настоящему Есть кто живой? Ну, я Есть Пока живой А Лодар Червончик? Он самый Мы из Харькова Угрозыск Интересно И что ж такого Червончик сделал Что к нему аж из Харькова Опера прикатили Мы нашли записку с вашим именем У одного журналиста Убили его Кого вы говорите убили? Владимира Маслова Я жену его знаю Раду Она из наших За помощью ко мне приходила Его я никогда не видел Горе-то какое Как там Рада? Ее тоже убили Как убили? За что? За какую помощь Рада приходила? Когда наши Харьков освободили Я список начал составлять Ну, цыган Тех, кто Живым остался Записывал, где кто находится И много таких? Да нет Совсем мало На пальцах можно пересчитать По нашей цыганской почте Родственники потом их искали Вот для них список и составил Так зачем Рада приходила? Дочку она свою искала Уж не чаяла ей найти Много испытаний на нее навалилось А я ей говорю Успокойся, мать Жива твоя дочь Дочку Элой зовут, верно? Контузива ее Уже очень сильно она На Раду была похожа Если бы немцы нашли А так Подруга ее спасла Спрятала Выходила Ну, а что можете сказать А подруги? Ну, как зовут Я не помню А вот фамилия Асачи Эта девушка по соседству жила Дружили они Соседка Асачи? Спасибо, Молодар Да нет Едем А, вижу, вижу Нарыл что-то Ну, говори Я поднял информацию По Асачи У Василия Асачева Жена в лагере С конца 39-го года Антисоветская агитация Так Пока не понимаю Каким это боком Но интересно Лево А писателя, значит, не тронули А он сделал все Как положено Осудил Развелся Раскаялся Перед товарищами За небдительность Ну, а дочь? А дочь Валентина 1919-го года рождения Суденка Харьковского пединститута После ситуации с матерью Очислена с третьего курса Как член семьи Изменника родины Доказывала На комсомольском собрании Что арест ее матери Это ошибка Удивительно, как ее Не арестовали А еще что-то удивительного Сначала воспитывали Потом война Началась А просто не успели Обдительно Знаете, кто проявил? Ну? Сосед Осадчик Владимир Маслов Это он сообщил Это он сообщил, что Ольга Асачи Являясь немкой По происхождению Положительно относилась Германии И Гитлеру Говорила, что Советский Союз Не готов к обороне Своих рубежей Так выходит Сомневается в этом человеке Ты Или родная Советская власть Как можно Отречься От близкого человека? Ну, если цена вопроса Твоя жизнь Или Тем более Жизнь твоего ребенка Вы знаете, Жены многих Видно, деятелей Партийных были Репрессированы Поскребушев Жена Калинина Жена Молотова И их муж Я имею власть Просто Тихо терпели Молчали А Сачи Жил С ненавистью? Это месть? Ой, Артем Все не так просто Товарищ Я не понял Что происходит? А это вы лучше нам скажите Уверен, если сравнить Ваши пальчики С отпечатками на орудие убийства Будут совпадения Так что Может, пойдем на чистосердечное? Сохраните наше И ваше время А я знал, что вы придете Я чувствовал Но эти масловые Они мне шанса не оставили Они мне в жизнь Все испоганили Это по их милости Оленьку в лагерь забрали Кушайте, гости, дорогие Я очень рада Хозяюшка Вкусные грибочки Смешно слушать Величие немцев? А почему нет? Вы посмотрите, как он страну поднял И с нашими соглашения подписывает А культура? Величие? Бах Геоте Кант Это, кстати, Бетховен звучит Это еще ни о чем не говорит А немецкая архитектура Есть чему поучиться И чему же? Ну, например, чистоте педантичности У немцев такого в деревнях, как у нас нет У кого ты забырулила немецкая кровь? Эльги Луц Успокойся, дорогая Ты уже давно, Величко Асачи Да я вообще за интернационал Рабочий крестьянский А я за цыганский Давайте за именинницу Давайте Радочка, будь счастлива, дорогая Спасибо, спасибо С днем рождения Спасибо С днем рождения, дорогая С днем рождения Я помню его лицо тогда Сразу понял На строчек донос Вот за волей приехали А вы уверены, что это Маслов написал? Так он мне сам сказал Я ведь тоже из Харькова без дочери уехал А как все в дом вернулись Взял бутылку и пошел к ней Вот так оно было Ну, с возвращением А я ведь знал, что это ты Ты завтра же, слышишь, завтра же пойдешь И скажешь, что оговорил Что не так ее понял Не скажу Я правильно ее слова понял Да если бы сегодня кто-нибудь эти слова сказал То же самое Я поступил как советский человек Да ты поступил как трус И я поступил как трус А еще отцы называются Сами уехали, а детей здесь бросили Шкуры свои поехали спасать Тихо Тихо, не кипятись Знаете, мне больнее всего за дочь Валя меня презирала Она ведь от матери родной не отказалась Она Эллу, дочь Масловых, спасла Из завала вытащила Выходила От немцев прятала эту цыганку Помогите! Помогите! Элла Эллочка, потерпи Я сейчас Элла Слушай меня внимательно Я сейчас уйду Из дома не ногой Немцы выискивают Цыган и евреев Зачем? Откуда они знают Где люди прячутся? Доносят Все Соседи, знакомые Близкие друзья Все научились доносить Еще до войны Не бойся Они тебя не найдут Я обещаю Ваша дочь работала в немецкой канцелярии А тогда все Вон они ходят Вон они ходят Пальцами тычут И такое вылезло Валя передавала немцам сведения о том Где прячутся цыгань Да что ты такое говоришь? Она же Она же Элла Мне тетрадь попала Гестапо Там напротив многих фамилий Кого немцы расстреляли Значится имя твоей дочери Я не знаю что делать Она нам дочь сохранила Но Извини Где тетрадь? Раде Отдал Я знал Если струшу То Валя исчезнет навсегда Как исчезла моя жена Без права переписки У меня осталась последняя надежда Рада Если бы Элла Не была ее подруга Она бы повела ее туда Куда отправляла всех остальных Отдай мне долг Как она твою дочь спасла А вы жену Жена твоя сама виновата Ей там и место Если бы она Оказалась в Харькове Работала бы на немцев Как и дочь твоя Фашисты Уходи Ах ты ж гадина Ах ты ж гадина Откуда вы знали Где пистолет лежал? Так Вова мне сам его и показывал Дальше что? А что дальше? Пришел в квартиру Позвонил в милицию А Владимира за что? Он бы обо всем догадался Я его караулил Знал мимо пустыря не пройдет Ясно Собирайтесь Поехали В наше время не разберешься На чьей стороне правда Ну правда никогда не будет На стороне предателей А здесь предавали многие Приговор вы знаете? Ну конечно Василия Осадчева За двойное убийство Приговорили к смертной казни Валентина провела в лагере 12 лет за пособничество фашисту Не казнили ее только потому Что она спасла Эллу В родной город она Так и не вернулась А Элла? Элла обменяла квартиру Уехала жить в Белгород Там работала учителем Как ни странно Ее меньше других Коснулись отцовские грехи Вот так Сегодня сюда мало кто заходит Этому архиву много лет И он почти забыт Но зря Среди тысяч уголовных дел Истории жизни и смерти Есть уникальные По всем законам логики Они не могли быть раскрыты Но были Пришло время поднять Эти уголовные дела Это для вас Особый случай Здравствуйте Здравствуйте, Катерина Павловна Вы чего? Что-то случилось? Да Башки на работу не вышел У нас комиссия в цеху А как без него? Вы стучали? Да стучал Открыто Что там? Ох, твою ж дивизию Не дожил, значит До победы Катя Катя Катя, вы тут? Отсюда никуда Я мигом Убит исполняющий обязанности Начальника механического цеха Ленинской кузницы Иван Вадимович Башкин По тем временам Его должность Очень высокая должность Молодой руководитель Вывез цех в восточную часть страны И быстро наладил там работу Потом организовал возвращение В Киев Да, тогда временную раскачку не давали Станок сняли с вагона Подключили И он сразу начинал работать Военное предприятие Ну, шутка ли Завод недавно вернулся из-за эвакуации 32 года А почему не воевал? Получил бронь Официально она называлась Отсрочка от призыва по мобилизации Такую выдавали Высококвалифицированным специалистам И особо ценным Да, значит, не только на фронте Молодые лейтенантики Быстро становились полковниками В тылу карьера тоже Убыстрялась Ну, что тут у вас? Город перевязан Смерть наступила Примерно 4-6 часов назад Угу Значит, примерно В 2-3 ночи убили? Это так Точнее сказать не могу А вот Орудие убийства Штык-нож Переделанный А такие ручки в лагерях мастерят Да разве сейчас поймешь В лагерях или на воле Попробуй автора найди Суть по всему Убийца находился сзади И жертва сама повернулась к нему спиной Дверь не взломана Значит, был знаком с убийцей Доверял Он еще перед смертью выпивал На столе недопитая бутылка коньяка Действительно коньяк Интересно, откуда взял Армянский На кухне вся посуда помыта Только вот Два следа Ни один выпивал В квартире беспорядок Искали ценность Квартира не бедная Сами понимаете Есть чем поживиться А вот еще Возон Странно Земля Мокрая И пахнет коньяком Сливали Может так хорошо жил Что цветок коньяком поливал А может быть хозяина Пытались споить Или хозяин кого-то Вот еще На входной ручке Изнутри отпечатков нет Только на внешней А ты у этих что Тело нашли Отпечатки откатал? Так точно Это вам Курага? Откуда? Мои с эвакуации вернулись Ташкент Надюша племянница Взрослая стала Шесть с половиной А родители как? Как папа? Да вроде нормально Сашка муж сестры Погиб на фронте Мать совсем состарилась Как-то Отец Да вроде ничего Кормилиц Ну что Женька Прорвемся Вкуснятина какая? Сто лет не ела Рафинад по праздникам А тут курага Жень Спасибо На здоровье Кровь хорошо разгоняет Да я сразу понял Что беда Когда он на работу Не вышел Такого никогда Катю вот позвал О, а мы вас дождались Приятного аппетита А вы капитан Всегда свидетелей на улицу выгоняете? А что в подъезде толпиться? Или в ходе надаптывать? Следователь Рубенкова Журин Олег Евгеньевич Замначальника мехцеха Начальник значит погибший А вы? Катерина Панасовна Лятуринская Я соседка Давно знакомы? Недавно Откуда? Меня из цеха все знают Я заведующая хлебопекарни Она на территории Пекарня Хлебное место В котором часу было обнаружено тело? В 10.20 поступил вызов в отделение В такое время вы не на работе? Ну мы же причем круглосуточно В 5 утра хлеб отгрузили Вернулась поспать Уже на работу собиралась А тут вот товарищ Журин Ну да, мы его с 6 утра в цеху ждали Уже знал, что сегодня комиссия А его нет Ну я сразу сюда побежал По нему часы сверять можно Без 10.6 всегда дверь хлопает На работу идет А сегодня не хлопнула? Почему хлопнула? Я конечно дремала Может что-то странное было в его поведении? Да вроде нет А вы знаете, было Я сразу значения не придал Да они в Казани там перепутали все Тут разбираться надо Работать черт ногу сломит Надо будет отдельную комнату выделить под это дело А вот это правильно Порядок везде должен быть Иван Вадимович Можно я пойду? А то жена, наверное, решила, что я ушел от нее Ладно, иди А тебе хоть кто-то думает? Уже хорошо До свидания Давай Сволочь, я тебя запрекню сейчас! Тебя удавлял по одному? Ты что творишь? Что-то сдурел, что ли? Слово не сдержишь? Найду способ Не буду я с тобой драться Убери руки от меня! Иван Вадимович, что тут происходит? Отойдите от него! Потом, потом поговорим Да что тут такое? Мне что, позвать кого следует? Не надо Я ухожу Разговор не окончен Понял? Ух ты, кровь! Может все-таки позвонить? Да не стоит Ну сорвался рабочий, с кем не бывает Усталость, голодные все Ну, слушай, все нормально Иди домой Правда Вот чтоб так с начальством разговаривали Я еще такого не видел Кто такой этот заяц? Да электрик наш Вернулся недавно с заводом Из эвакуации Ну, 10 лет на кузнице работает Ну, какие такие дела могут быть У начальника цеха и электрика? Слушайте, я не знаю Я тут человек новый Всего знать не могу Я по ранению только 2 месяца демобилизовался Ну, согласен Ситуация странная Как зовут электрика? Заяц Алексей Владимирович Извините, я могу идти? Меня в цеху ждут Идите Вы товарища данные записали? Записал А вы в квартире убитого бывали? Ну, по-соседски Пройдемте Осмотритесь Может быть, что-то бросится в глаза Не так лежит Ну, или пропало Смотр квартиры соседка Литвиринская Никакой новой информации не дал Дом, в котором жил погибший начальник Находился на улице Боровского И что это нам дает? А механический цех Ленинской кузницы Находился около железнодорожного вокзала Теперь это улица Жилянская А в то время она называлась Улица Жидановского Какой-то секрет в названиях улиц? Да нет Никакого секрета нет Просто преодолеть расстояние от цеха до дома Можно было где-то за 10-15 минут Так, получается Если дверь квартиры Башкина По свидетельству соседки Открылась в обычное время Без 10-6 А хозяин квартиры в это время был уже мертв Значит, из его квартиры вышел кто-то другой Это понятно Литуринская сказала, что она пришла домой Где-то после пяти И при этом она только один раз слышала звук открываемой двери Значит, можно предположить Значит, можно предположить, что убийца находился в квартире Башкина Когда соседка пришла с работы Ну да, правильно Правильно, только что нам это дает? Вот что это нам дает? Присаживайтесь Откуда у Башкина коньяк? Да я и не знаю Здесь такой не купишь Хотя у него был улучшенный паек Может и в нем? Вряд ли Ну, или выменял Здесь было две картины Теперь нет Дорогие? Ну, я не знаю Говорил от родителей Может, в эвакуацию забирал А потом привез Иначе как бы они сохранились А вы давно знаете Башкина? Да, еще до войны Он тогда в этом доме не жил Мой отец был начальником этого механического цеха А Иван Вадимович его заместитель А где отец? В эвакуации? Еще не вернулся? Нет, отец Погиб в сорок первом Во время бомбежки Так, паспорт мой Папин Светлительство О рождении Катя Катенька Разбомбили Что? Где папа? Бомба В машину Увести тебя не получится Через десять дней пришли немцы Башкин эвакуировался в Казань Вместе с заводом Ну, а я вот Здесь Вы нам все рассказываете? Вы подозреваете меня во лжи? Мне незачем брать Я подозреваю, что вы не договариваете Какие отношения у вас были с убитым? Правильно вопрос ставите Женихом моим был Ну, потом война и... И что? Разлюбил? Я не стала разбираться Он прекрасный человек Друг С работой помог Серафима Павловна А Башкин в эвакуации расписался Вот штамп Знали? Нет, не говорил Интересно 12 января 43-го года Казань Чего же он с семьей не вернулся? А тут вот письма еще От жены Ваня, как ты просил Торопиться с приездом не будем Хотя сильно скучаю Приедем с папой Когда уже не будешь Мыкаться по углам Ничего себе угол Катерина Панасовна Можно вопрос? Точно? Только друг? Точно! И не смейте, слышите? Не смейте! Смею! Смею! Потому что разобраться хочу Почему жене пишет Чтоб не приезжала Вы мне этих вопросов Не задавайте Он работал С утра до ночи На заводе Все восстановить Шутка ли? Что вы смазрите? Я ничего не скрываю Помогал? Да С голода не пухну Продукты привозил Карточки А может жалел меня просто? Или отца моего уважал? Женя, воды Катя, успокойтесь Так, а вы, Степан Васильевич Давайте идите в цех И найдите этого Электрика С кем конфликт у него был Заяц Вроде А надо В Киеве каждый день Зажатву убивают Видите? Шкатулки помыли Обычное дело Обычное Вот идите И поговорите с электриком Неправильно Вы человеческим ресурсом Распоряжаетесь Капитан Смирнов Это что, не подчинение? Может на вас рапорт написать? Или вы напишите Что пас ко мне не ставили? Я боевой офицер И никаких рапортов писать Не буду С электриком поговорите Боевой офицер Иду В собственной квартире Обнаружен мертвым Исполняющий обязанности Начальника механического цеха Завода Ленинская кузница Иван Башкин Мужчине перерезали горло Орудие убийства Находилось рядом Следователь обратила внимание На ручку ножа Такие делали в местах Лишения свободы Из квартиры пропали ценности И продуктовые карточки Смотрите-ка В Казани жену быстро нашли Ее отец заведовал артелью По выделке пушнины Значит, был человеком не бедным Да Ну, насколько я знаю Жена Башкина После сообщения о смерти мужа Находилась в шоком состоянии И сообщила, что в Киев Она не приедет Просила коллектив завода Организовать похороны без нее Понимаю, понимаю В Казань проверять шоковое состояние Никто не поедет, конечно же Отношения могли быть И не такими уж теплыми Ну да А на столе было два следа от рюмок Любовница Ну, конечно, мог ночью решать и деловые вопросы Но для нее хватило бы и спирта А тут коньяк Коньяк и убийства могли быть И никак не связаны К тому же Литуринская легко призналась Что он был когда-то ее женихом Она не могла не понимать Что наводит этим на себя подозрения Ну, все верно Значит, не она Единственная зацепка Это электрик Зайца Правильно? Ой Здорово, мужики Где я могу найти электрика Зайца? Ну, я Зайца что? Капитан милиции Смирнов Надо поговорить Так у меня от коллектива секретов нет Говорит тут Убит ваш начальник Башкин Ух ты, е-мое Убит? Как убит? Ты уверен? Хана А что значит это твое хана Заяц? А то и значит Мы с ним в Казань Цех везли И обратно Победу ковали А тут А его Катьке сказали уже? А это кто? Так с хлебопекарни Красивая женщина У них там... Коля, противуй Сплетни распускаешь Так а я что? Так, товарищ Это не сплетни Это сознательная помощь следствию Так что там с Катькой? Заведующая хлебопекарник На такую должность за так Ее батю все знали Бомбы убила Все на заводе уважали Иван Вадимович тоже Так чего ж дочери-то Его не помочь? Ясно Работайте, товарищи Пошли Все-таки выйдем Где вы были сегодня ночью? А какая разница? Ты что думаешь Это я его зарезал? А из чего ты взял Что его зарезали? Может его прибили? А? Ты чего распыхтелся? А? 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 Нам еще в отделение топать Сволочь Поговори мне тут Поговори А лучше по дороге Давай, пошли Приветствую Ян Владимирович Какие результаты? Ян Владимирович Что случилось? Кто? Племенник Игорек Восточном помирании погиб Скоро эта война проклятая закончится Сима Скоро наши береницы идут Что же они наши пацанов Не берегут Что же эти фрицы Ян, не надо А что, разве не правда? Пусть бы там Сами в этом окружении С голоду дохли Тебе денек отдохнуть надо А я завтра чай принесу настоящий Возьми отгул В баньку, чаек Так как я отгулы В Киеве так Пытала говна Думаю, почти не осталось Ладно, к делу В крови погибшего Обнаружена большая доза алкоголя Насколько большая? Ну, грамм четыреста коньяка будут Еще у него была любовница С чего взял? Перед смертью был половой акт Ничего себе Держись Я еще раз повторяю Я не убивал Добрый вечер А что у гражданина с лицом? Зайца Что у гражданина Зайца с лицом? Он пытался убежать Я остановил Гражданин Зайц Вы понимаете, почему задержан? Я ничего не понимаю Башкина не трогал Ну, поругался с ним с горяча И что? За какие такие пироги Ты с начальством ругаешься, а? Что за дело у вас Что ему глотку перерезал, а, гнида? Остынь Ах, эти ваши бабские штучки Вы переходите границы Серафима Павловна Есть совпадение Отпечатки пальцев Зайца На ручке входной двери Квартиры Башкина Как интересно А что вы делали В квартире Башкина? Заходил я к нему Неделю назад Он просил Проводку посмотреть Не получается Отпечатки недельной давности На ручке бы не остались Хватит врать Да что вы его упрашиваете? По законам военного времени Ты обезглавил производство Это диверсия Это помощь врагу Да что ты меряешь Я в Казани по 18 часов На картофельной кожуре Три года Да мне вообще его смерть невыгодна Хоть и сволочь последняя А зачем вам, чтоб он жив был? Дочка у меня туберкулезом болеет Питание нужно А где его сейчас возьмешь? Башкин помогал Я ничего не понимаю Он вам продукты для ребенка А вы его сволочью называете? Так да не так Башкин просто так Никогда никому не помогает Даже своей Катьке Латуринской Она под него легла ради должности Они хлеб вместе воровали По дороге заглохла Ну что мы быстро Грузи быстрей А то сейчас Дед Семен проснется Глянь, может он уже проснулся Пойду проверю Грузи Кто такой Дед Семен? Вахтер Инвалид Пьет Значит вы утверждаете Что Латуринская отгружала Неучтенный хлеб Я ничего не утверждаю Но почему грузовик грузили ночью? Почему говорили за Деда Семена? А не без Башкина ничего Он в доле А почему вы как сознательный гражданин Не сообщили в милицию? Я собирался Клянусь собирался Не успел, да? Покрывали расхитителей Ну сообщил бы я в милицию И что бы они мне сказали? Молодец? Мне Лизочку поднимать надо Славненькая она у меня совсем К Башкину вчера приходил? Утром в пять утра заходил Он мертвый уже был А на ручке стереть отпечатки забыл Я боялся, что Катька увидит Да и невыгодна мне его смерть Мне о дочке думать надо Я с женой на карточке не вытяну Хоть ее убей, а потом себя Как выглядел мужик, который хлеб подгружал? Дороже бандитская Ему ножом кто-то улыбку слева подправил Ух ты, Мастак врать В Киеве бандитов развелось Иди сыщи Гражданин Заяц, с ваших слов Мы составим портрет И вы задержали Отведи его сначала к художнику А потом в камеру Я не убивал За что в камеру-то? А у нас есть показания Замначальника о том, что грозили вы Башкину Так с меня показания снимите Я скажу, чего я с ним ругался Значит так, Иван Владимирович Я о твоих делах все знаю Видел, как хлебушек грузили Ну, и что ты хочешь? У меня дочь болеет Нужны лекарства Продукты Ну хорошо Дам я тебе все это Дальше что? Жизнью ее клянусь Не сдам Помогите Значит так Будешь приходить раз в сутки Получать по три буханки А там дальше делай с ними Что хочешь Хочешь меняй Хочешь продавай Понял? А лекарства? Слушай, не наглей, а За хлеб все выменишь Понял Ступай давай И что? Хлебом снабжал регулярно За воротами меня люди ждали Хлеб с руками отрывали Так почему поругались? Так он договор наш нарушил Здорово Видеть тебя хотел Как дочка Володя Вот и хорошо Теперь по одной буханке Получать будешь Мы так не договаривались А мы вообще не договаривались Ну что ты Иди сдавай Только Ты теперь тоже замазанный Скрывал Молчал А за это получал Соучастник получается Вон Люди под воротами За полушку расскажут Как у тебя кирпичи хлеба брали Сволочь Ты это полегче А то ни одной буханки не получишь Вот и причина Какая причина? Ничего не получать? Ладно, разберемся Пошли Ситуация, конечно, странная Больше вопросов, чем ответов Иногда надо упорядочить вопрос, чтобы найти ответы Давайте попробуем Так, первое Убийство произошло ночью Ну, Заяц, допустим, хотел наедине поговорить с начальником Выбрал для этого ночь Ну, почему Башкин должен был его пускать в свою квартиру? Не, не должен Но почему-то впустил Или впустил кого-то другого А Заяц пришел уже, когда Башкина убили И по времени получается Если его убили в три А Башкин приходил после пяти Так, дальше Второе Видим преступную цепочку Махинации с хлебом В которой замешаны Башкин и Илья Туринская Но зачем бывшей невесте убивать начальника? Вот-вот, зачем? Неизвестно, кто придет на его место И останется она вообще заведующей пекарней Добрый день Добрый день Добрый, Серафима Павловна Это вам А с какой радостью? Знак примирения Ну, может, тогда и чай? Да А что там с Зайцем? На нервах Ну, ему от мертвого Башкина Выгоды меньше, чем от живого Из квартиры были украдены Продуктовые карточки И золото Обеспечил себя наперед Обеспечил Золото и карточки сбывать надо А это риск Хлеб продал, и нет его Золотом попасться можно Ты не похож на того, кто горло перележет? Может, попросил кого-то? Сейчас за две буханки кто угодно мог грохнуть И этот кто угодно Зайцем золото принесет Да нет, надо искать этого С разорванным ртом Ну, и соседку надо бы проверить Так у нас, кроме слов Зайца, нечего предъявить Ну, можно в бумагах порыться Ну, в накладных наверняка Не люблю этими бумажками шуршать Да и толку Залягут все на дно Лучше слежка и... А вот видите, мы с вами стали друг друга неплохо понимать А это вам Подарочек за баранки Горб Зайц его очень точно описал Левый край губы разрезан Свои же в сороком году по понятиям воровским наказали Дважды привлекался за разбой Жестокий гад Погодите Башкин в Киеве недавно Вряд ли он сам наладил связь С уголовником Может, кто-то помог? А что, если вы Туринская? Откуда у нее связи в уголовном мире? Отец начальник цеха Да и баба интеллигентная Простите, женщина Ну, слежку за ней установить Эй Ну, вот я смотрю отчеты наружного наблюдения за Туринской Никакого результата А напомнить вам старую формулу Отрицательный результат тоже результат Вот, ничего подозрительного в поведении или Туринской Угу Там где-то рядом должен быть документик Нет, у меня его нет Где-то рядом должен быть документик А поимки пожилой женщины забыла, как ее Артем, даже я забыла Которая хранила хлеб под кроватью Которая хранила хлеб Мешки с хлебом под кроватью Есть Вот, сигнал от соседей поступил Я сюда А тут Вон чего Мешки Грузит вот этот Квартира вот этой Не виноватая, товарищи Я за буханку Товарищи Гражданка, успокойтесь С пекарни Ленинской кузницы Свежий Сегодня отгружал Не понимаю, о чем вы, гражданка, следователь Непонятливый Ну, скоро поймешь Я тебе обещаю Смирнов, давай его к нам в отделение Руки 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 уберите Так Товарищи понятые Смотрите внимательно Изымаем три мешка На мешках клеймо Ленинская кузница Всего 41 буханка Так Подпишитесь От таких запахов Можно и в оморок упасть Ого Ничего себе Ого Откуда это у вас? Сроду такого не видела А вы фильм Мулен Руш Помните? Еще при Непманах Крутили Да Там еще Чехова снималась Эмигрантка Но Красивая Государственная актриса Третьего рейха Одна из любимых Актрис Гитлера Яркая звезда Кино нацистской Германии Это все об актрисе Родившейся в Армении Прожившей 23 года В Петербурге Ольге Чеховой Она была из семьи Обрусевших немцев Урожденной Ольге Кни Перфамилия досталась От короткого брака С племянником писателя Антона Павловича Чехова Михаилом Чеховым В 1920 году Ольга Оставив маленькую дочь Эмигрировала в Германию Где быстро стала звездой Немого кино Самым ярким фильмом Того периода Стала картина Мулен Руш После поражения Германии Во Второй мировой войне Жизнь Чеховой Почти не изменилась Поговаривали, что она Давно работала На советскую разведку Ольгу Ненадолго задержали Советские военные Но затем дали возможность Свободно жить В Берлине А затем В Мюнхене Она снималась В кино Открыла косметический салон Дожила до возраста 83 лет Это белье Из прошлой жизни Разврат один Что не добила тебя Рабочая крестьянская власть Я за буханку За одну Я не думала Закончили Понятые могут быть свободны Ну а теперь С вами, гражданочка, поговорим Рассказывайте А что рассказывать? У меня внуки Дома Есть хотят А я камни кидаю На восстановительных работах Вы на мои руки посмотрите Ну трудовые Ко мне Катя пришла Леатуринская? Ну да Она в моей школе ученицей была Я отца ее покойного Хорошо знала Она предложила Наш хор Сохранили же Да кому оно нужно? Все, что было ценное Я обменяла на хлеб А фотографии Елизавета Федоровна Я вам помогу Как? К вам будут привозить хлеб Несколько раз в месяц А потом увозить За каждый раз будете получать Бухангу Катюша А так можно? Оголодать Учительница Можно? Вы на руки свои Посмотрите Где вы их сбили? Камни на крещатике разбираем Елизавета Федоровна Я согласилась Если бы сама Бог со мной А так Внуки А у всех значит Не дети И не внуки А что ж теперь со мной будет? А это будет зависеть от того Как вы со следствием сотрудничать будете В собственной квартире Обнаружен мертвым Исполняющий обязанности Начальника механического цеха Завода Ленинская кузница Иван Башкин Мужчине Перерезали горло Орудие убийства Находилось рядом Подозрение Падает на соседку Бывшую возлюбленную Убитого Катерину Лятуринскую Следствие Выяснило Башкин и Лятуринская С помощью уголовника По кличке Горб Занимались Хищением хлеба Из хлебопекарни Которая находилась На территории Механического цеха Завода И что могло грозить Этой женщине? Ну формулировка Тогда была такой Участие в группе Расхищающей Государственной Нормированной хлеб И продовольствие Очень суровые наказания Меньше пяти лет никак Расстрел Статья предусматривала? Ну расстрел Ей вряд ли бы присудили Но Своих внуков Она бы уже точно Не увидела И следователю Очень важно было понять Есть ли Какая-то связь Между хлебом В мешках И убийством Башкина Понятно Что старушка Это вряд ли что знала Надо было Этого Сеева крутить Ну что Сеева Степанович Рассказывайте Это в ваших интересах А шо рассказывать Меня попросили Мешки от бабки перевезти Вот я и взялся А откуда хлеб Я не знаю А у нас свидетель есть Он тебя видел Как ты с горбом С пекарни хлеб отгружал Да ничего я не знаю А начальника за что грохнул? Какого начальника? Так говори Иначе пойдешь организатором Поею по полной А по законам военного времени Это вышка Вы шо граждане начальники Какая вышка? Да я ж так шестерка Шо Катька говорила То я и делал Катька? Батуринская? Я не знаю ее фамилию Но она с горбом Еще с 42-го года Шуры-муры крутит Вот житуха настала При флицах Лучше было Сытнее Обращайся И не говори 14 дней у кого все нищие Тут хлебопекарня При Ленинской кузне Открывается Так я задойду Заведующей работать Слушай За какие такие заслуги? Друг отца подсобить взялся Понятно Друг отца Молодой? Петя Не ревнусь Я тебя люблю Ты мой спаситель Так что ты предлагаешь? Ну я пока не знаю Но дело там будет Встретиться с ним Надо Он светиться не будет Поэтому все через меня Это ж хлеба-то Сейчас золото Заживем Ты чего? Ревнушь? Что ли? Успокойся Это ты успокойся А я? Я про дело думаю Значит, Латуринская все устроила? Ну, с начальником она терла А Башкин этот не в накладе был Ты с начальником виделся? Я? Не Горб порывался Он Катьку ревновал Все подозревал, что она с этим Башкиным шуримуры крутит Где твоего горба искать? Да что сразу моего-то, а? На Малиниум В пуще Улица Лесная, 8 Так, это твои показания, а? Подписывай Я? Подписывай Спирнов, уводила Пошли Есть информация по штык-ножу Ножи с такой ручкой в лагере под Киевом Еще до войны делал заключенный Алексей Игнатьевич Бурсин По кличке Острый Острый, потому что ножи делал острые А за что сидел? По ножовщине Как говорится Пользовался собственным изделием Надо бы его допросить Вряд ли получится Его зарезали месяц назад Нашли в лесу Дело не раскрыто Смирнов Давай собираю ребят Пора брать этого горба Летуринскую А слежка? А что слежка? Баба хитрая притаилась Но меня одно смущает Для горба Летуринской Смерть начальника Это потеря заработка Горб, конечно, мог приревновать Но потерять такое место Ладно Собираю ребят Ну, сдулся? Шухер! Менты! Что? Я стрелять буду! Гнида Руки, руки! Встань! Двое ушли Оружие при нем есть? Что-то есть Гнида Стоять! А интересная вещь Встать! Горб Где взяли? Да пошла ты! Встать! Вводи его Прости, что в ночь вызвал Людей не хватает Сам понимаешь Да понимаю, товарищ капитан Я уже по ночам И спать разучился Добрый вечер! Катерина Панас Стойте! Стойте! Стоять! Чемодан! Да она сама Под машину бросилась! Жива! Да она сама! В больницу! Быстро! Слушай, Горб Есть признательные показания Сева Он на организатора не тянет А вот ты Петь Это вышка По законам военного времени Мы промедлять не будем Выведем во двор и Пах! Да стой, стой Это Башкин все сделал Отменяем кандидатуру покойничка Если нам все расскажешь Может быть даже жить будешь Ну, в лагере, конечно Ладно Расскажу Ох и хорошо аж ты, Катька Ну, прям кровь с молоком Слышь, ты это На чужую коровую рот не открывай, понял? Ну, в Казани баб красивых не было А вот в Киеве Слышь, а ты как в эвакуацию попал? Выехал по броне Ленинской козницы Это как? Документы украл? Все чисто Оказал услугу Одному человечеку Вот он мне и настоящие бумаги и дал Вы Разрешите вашу даму на танец? Он разрешает Аккуратней, острый Лишнего не болтай Понял? У меня тут сигаретки американские Сходите, покурите Американские? Кать Ты чего? Сходи за компанией, чтобы не скучала Не, Боже Ну, что? Давай закурим, товарищ, по одной Давай закурим Товарищ мой Так За что ты говоришь, тебе на кузнице бронь выписали? Убить пришлось Я же отчаянный, если что не помню А Кого? Панаса Начальника цеха Ты чего? Да, винишко хмельное оказалось Ты чего там застрял? Ах, и крутит тобой Катька Не твое дело, Сева Или ты в рыло хочешь, а? На Кинофронт не собирался Пришлось порешать Ну, молодец, что порешал А, ты еще не знаешь, какой я молодец Кать Да, два слова Да мы просто потанцевали Да, пошли, пошли Короче, это острый Катькиного батю замочил А потом подорвал А Башкиному за это бронь А ты за ней отомстил? А ей помощнички не понадобились Я силу пошел провожать Вернулся, а там Сеню на автобус пос... Что ты наделала, дура? Он убил моего отца! Друг твой! Тихо! Не ори! Какой он мне друг? Давай, дело сворачивай Что ты стоишь? Помогай! Останки острова в лесу нашли На нашей машине его туда отторобанили А Башкина кто? Да я не при делах Катька сказала, 5-го числа Последняя нагрузка А потом все, завязываем, завязываем Все, я не знаю больше ничего Не знаю! Литуринская хладнокровная убийца Откуда в ней это? Жизнь могла научить Но она собиралась эвакуироваться И вдруг все рухнуло Смерть отца Невозможность уехать Жизнь в оккупированном Киеве Все это могло обозлить Так, а вот Отчет медика Состояние Литуринской не критическое Она пришла в себя Да Такой отчаянный поступок И утолкнуло предательство Башкина Сычки подняли старые документы по броне Оказалось, что Башкин распорядился Убить начальника цеха Литуринского Чтобы вместо него и его дочери Вывести свою новую невесту с отцом Вот тогда же он предоставил брон и острику Врачи разрешили сыщикам поговорить с Катериной Панасовной Так, я вас по телефону предупреждал Недолго Понятно Катерина Панасовна Как вы себя чувствуете? Проведать пришли или допрос устраивать? Вашу версию пришли послушать Башкин пришел на завод сразу после института Отец к нему как к родному Заместителем своим сделал Обедал у нас, ужинал Война Цех отца в эвакуацию в срочном порядке Меня призвали Я ухожу на фронт Ваня, пока тут не закончим никакого фронта Кто вывозить все это будет? Ну я тут ни при чем Меня не спрашивали Ванечка, как на фронт? Тебя же убьют Катя, успокойся Я обязательно что-то придумаю Отец подключил все свои связи Чтобы Башкину бронь дали А он вроде как на фронт рвался Многие на фронт рвались Да бросьте Только не Башкин Он врал И предал Меня и отца А я его любила Недолго вы плакали Сразу за нож взялись Жизнь научила Вы думаете легко? Когда все в тебе видят Я уже с голоду пухла А тут сказали На белорусской продуктовой сгорел Думала Хоть что-то поесть найду Вышла на улицу Вот так Горб благороднее И честнее многих Он вас сдал Что в этом благородного? Я вам не верю Вы его обманули Сказали, что я на него все валю Петя, он никогда бы меня Хватит этой лирики Как Башкина убивали? Когда он вернулся из эвакуации Все как-то само собой получилось Вновь вспыхнула любовь Я пекарню открываю Работяги не должны голодать Двойной паек Какой ты молодец Папа бы тобой гордился А ты будешь заведующей Я же печь не умею Тебе и не нужно уметь Печь будут другие Ты будешь руководить И я тебе кое в чем помогу Хлеб толкать будешь? Слушай, откуда в тебе это? Позрослела Так вот, мне нужно пару надежных людей Чтобы хлеб вывозить Ну и естественно пару, чтобы хранить Тебе 10% 30% И я все организую Катерина Я тебя не узнаю Что дальше? Все шло как по маслу А потом Острый Вся эта история Я не могла Башкина простить Я знала, что я рискую Что хлебного места могу лишиться Все равно в голове только песть была Пришла к нему Предложила выпить Он пил, а я Коньяк В фазон сливала Напился Катюш, ну где ты там уже? Ну, слушай, я уже готов Я себе такое белье купила Да? Да А где ты его взяла? Немки на коммутаторах работали Так драпали Все оставили Ну так давай, показывай Поднимайся Выходи в коридор Ну, а без этого нельзя? Это сюрприз Немцы в Киеве Фильм показывали Глазами женщины Так там в главной роли Ольга Чехова Чехова? В немецком кино Предательница, что ли? Так она там давно В Германии Только, слышишь, ты никому не говоришь Что ты в немецкое кино ходила У нас в эвакуации только хроники и два бойца показывали Ты отвернись Я тебе сейчас покажу Ну, давай, хорошо Это тебе за отца Мне ничего не надо было Карточки, украшения я взяла для отвода глаз Это он из-за них на убийство пошел А я... А вы с Горбом и с Башкиным по большой любви, да? Петю я люблю А с Башкиным Вы правы Безденежный обмен Да Он вам хлебное место А вы ему нож в горло Доказать, что он убил вашего отца Невозможно Вы своими руками Уничтожили тех Кто мог об этом рассказать Я не жалею Что случилось с Литуринской? Литуринскую приговорили к 25 годам лишения свободы Горб получил 20 лет заключения за сокрытие убийства и хищения Литуринская на пересылке покончила с собой А та пожилая учительница, которая прятала буханки? Учительница пения Елизавета Федорова Бондаренко суда не дождалась Умерла в КПЗ А Сева села на 5 лет А дочка электрика Зайца выжила? Выжила Стала актрисой театра имени Ивана Франко Выходил ее отец Значит, есть все-таки счастливый конец в этой истории Хотя бы для одного человека Сегодня сюда мало кто заходит Этому архиву много лет, и он почти забыт Но зря Среди тысяч уголовных дел Истории жизни и смерти Есть уникальные По всем законам логики Они не могли быть раскрыты Но были Пришло время поднять Эти уголовные дела Это для вас Особый случай Лиза, это Тоня, открой Вот же ж Ни свет ни зря приперлась Что? Не имется избавиться? Вы о чем, женщина? А то я не знаю, чего к ней шастаете Да я подруга Все вы так говорите На чистку Рожа-то бесстыжая С кем нагулялась? Немца? Руки Милицию надо вызвать Вызывайте Лизка Лизка, открой Открой, это у тебя шалава фашистская Лизка Все понятно Пошла за милицией Что значит милиция? О, Господи Начало декабря 43-го года Киев Убита врач-гинеколог Елизавета Ананьева Да Я хорошо помню это дело Всего месяц прошел Как Киев освободили от гитлеровцев Жертва работала в роддоме Тогда единственным уцелевшим Артем, милая вещица Скажите Как вам? Вы только не бежитесь Мне кажется Простоват Моя мама говорит, что украшение должно украшать Вот Вот это кулон, я понимаю Сразу приковывает взгляд Ну да, да Ну это же не просто украшение Это медальон Кулон секретом? Ну можно сказать, что так В такие вещицы обычно Что-то прятали Фотографию Прять волос любимых Или какие-то дорогие сердцу вещи Сентиментальненько А вот здесь сказано Что она не его делала аборты Ну да Шла война Знаете, сколько было жертв Насилия над женщинами Нет, я думаю, это хорошо Что это дело попало К К Рубенковой К Рубенковой То есть, в принципе, ходили, да? Да Много? Ужасали, ужасали Добрый Здравствуйте, Серафима Павловна И тебе не хворать Что там? Нашли повешенный Врач-гинеколог Елизавета Аннаньева Сама, что ли? Да вот такой без тыжесовестенник Хватит, чтобы самой повеситься А желающих было Хоть отбавляй Вы кто такая? Соседка Дверь у нее вечно Туда-сюда Туда-сюда Шастут все, кто не попадя Аборты немецким подстилком делала А как наши пришли Все передумали Немченышей рожать Вот еще одна пришла Да что ты тварь несешь? Так, 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 так Тихо Успокоились, гражданчики Спокойно А я сыну 7 лет Муж героически спрошался А для тебя еще надо спросить Что ты в оккупации делал? Успокоились Вы соседка? Да Ваша дверь К себе Во двор не выходить Слухи не распространять Вы Подруга Лизочка Стойте в коридоре, ждите Поговорю и с вами, и с вами Петя, за мной Подруга Что у меня таких подруг? Привет Здравствуйте Обрезали волосы Тиф? Нет Обрезали вот этими ножницами Ножницы, похоже, медицинские Есть другой медицинский инструмент И лампа Здравствуй, Ян Привет, сын Что там соседка про аборты говорила? Говорила, говорила Утверждают, что женщины, которые в солдатских борделях работали Или сожительствовали с немчурой К ней ходили Обстригли Думаешь, расправились за пособничество? Или с ним чурой путалась? Ну, вот что я вам скажу, други Перед смертью ее пытали Руки-ноги были связаны А во рту Вообще-то бумажное Волокно А зачем же тогда развязали? Ну, видно же, что Не сама Ну, этого я не скажу Но судя по астронгуляционным полосам Вперёвку-то натягивали То отпускали В общем, умерла не сразу Ну, пациентки платили же Вот и искали деньги, ценности А пытали, чтобы узнать, где прячет Отпечатки есть? Есть Наследил Хотя старался все тщательно протереть Время смерти Труп окоченел Часов 10-12 назад Это значит В 8-10 вечера вчера А убийца суетливый Всю квартиру перерыл А кулон с убитой не снял Наверное, торопился И продовольственные карточки на месте Думаете, не заметил? Думаю, пришел за большим кушем Врач подпольной аборта Явно не задарма делала Нет, убийца точно знал, что ищет Схватил и наутек А до остального руки не дошли Труп можно забирать? Да, и с результатами не тяни Петь, а позови подругу Есть Витя 5 лет Кто это? Я не знаю Лиза не так давно в этой квартире Наверное, от старых хозяев А дети у нее есть? Нет Давно она здесь поселилась? Во время оккупации Она раньше в коммуналке жила Но тот дом разбомбили От родителей она ушла С отцом поссорилась Почему? Дядя Ваня, ее отец Он в ЗАГСе работал Когда немцы пришли, он списки отдал По ним людей искали Ну, сами знаете Он говорил, что все ради семьи Но Лиза за это его просто презирала С немцами ушел? Больно нужен немцам Сидит за решеткой, сюда ждет Когда наши киев взяли Он к Лизе прибежал Ну, если что, понаблюдаем Вы смотрите сами Я из чего-то заплеветь начала Ну, в принципе, оттого Донь! Ты что здесь делаешь? Спрячь меня Ты думала, немцы это навсегда? Думала, они тебя с собой заберут, да? Мне больше некуда идти В средский концлагерь иди Сердце у тебя есть, дочь! А у тебя сердце есть! Лиза! Обстригали женщин-предательниц Почему с ней так? Я не знаю Никаких дел с немцами она не имела Бабам помогала это, да Она сама говорила, что для врачей все одинаковые А кто на прием к ней приходил? Знаете? Да, что тут знать Она журнал вела, записывала Он вон там должен быть Цифры, буквы какие-то Ну, аборты точно делала Когда последняя запись? 20-00, ЛФ и адрес Даже адрес? Улица Ярославская, 20, мама Виктория Степановна Совестливая? Что? Если что-то пойдет не так, чтобы врач знал, где родственники И я говорю, совестливая А вы-то к ней чего в такую рань пришли? Да я работаю без выходных Лиза тоже Встретиться некогда Она мне на работу позвонила, пригласила Подзавтракать, говорит, вместе Квартиру не обчистили Ценности, карточки, все на месте Считаете месть? Ну, пока все на это указывает Остриженные волосы говорят о том, что кто-то устроил самосуд За сотрудничество с немцами Ну, или напомнил грехи отца Ну, то, что отец Ананевы сдал списки евреев немцам Это его грех, за это его и наказали Приговор должны были привести в исполнение Смертная казнь? Угу А волосы могли остричь и Для отвода глаз Тогда простые люди знали больше милиции Кто предавал, кто сотрудничал И первое, что должно было прийти в голову следствию Понятно, расправа Хотите сказать, преступник вел по ложному следу Разбирайтесь, разбирайтесь Я же вам сказала, никуда не выходить Вы в этой квартире бывали? Конечно, бывала Она мне полы ставила Прямо здесь Даже так? А в ее журнале вроде вас нет Так мне же бесплатно Она и времени назначала Беря постучит Что там, заходите Вот Вот видите? Что ж вы так соседку не взлюбили? Любила, не любила Война ж идет Бдительность, правильно я говорю? А к ней ходили, кто не попадет Скандалили? Нет, тихо было Ну меня ж не обдуришь Бабенка придет к ней А через два часа скученная выходит Что там с ней делали? Ясно же Тамара Романовна, если уж вы такая бдительная Фотографию-то видели? Это кто это? Китайцы, что ли? А кто это? Вас хотели спросить? Чего не знаю Того не знаю Предыдущие соседи Рубинштейны Ну вроде же не китайцы Вы вчера вечером что-то подозрительное наблюдали? Не было меня Я в шесть часов как ушла Так вот мне вернулась Кстати Тут мне мужик шастает какой-то Военный А говорите, ничего не видели? Вчера не видела А так пару раз видела Надо же Опять лампочку выкрутили Что за люди? Контужены, что ли? Описать сможете? Носатый, военный Погона лейтенанта Хромал А на какую ногу хромал? Сейчас На левую Точно на левую Не часто бывал здесь? Не часто Два-три раза видела То вокруг дома ходил То во дворе Старался остаться незамеченным Спасибо Вы свободны Отомстил ей кто-то Вот точно вам говорю Отомстил Петь, какой это последний адрес Вой тетрадке? Ярославская 20 Поехали В только что освобожденном От гитлеровце В Киеве В собственной квартире Найдена повешенный Врач-гинеколог Елизавета Ананьева Женщине коротко Обрезали волосы Перед смертью Ее пытали Соседка за последний месяц Несколько раз Видела возле квартиры Убитой Подозрительного Хромого Военного Выяснилось Ананьева Делала подпольные аборты Последней в тетради Числилась женщина С инициалами ЛФ Проживающая На Ярославской 20 Сыщики Отправились По указанному адресу Беременна И срок большой Ага А Киев от немцев Только в ноябре освободили Да может быть от нашего Что ж в оккупацию Наших мужиков не было Да может и от нашего От деда какого-нибудь Гражданочка Мы ищем Викторию Степану Которая проживает По этому адресу А зачем она вам? Понимаете В адресном столе Несоответствие обнаружилось По документам Она лишнюю жилплощадь занимает Как это лишнюю? Мы с мамой В одной комнате живем А батя и брат на фронте Вернутся ж Какая лишняя? А как вас зовут? Лита Эл Эф А вы говорите, Серафима Павловна Ты вчера была дома У гинеколога Ананиевой Восемь вечера? Я не понимаю, что вам нужно В прокуратуре объясни Поехали Стоп! Что ты воешь? От немца носишь? Рассказывай Меня сносильничали Я докторицу не убивала Меня вообще у нее там не было Мне вчера какой-то военный приходил Вот ты и попалась на вранье Если не приходила Откуда про военного знаешь? Я... Я к парадному подошла По лестнице поднимаюсь Я смотрю Возле квартиры Мужик какой-то стоит В шинели Что за военный? Я не разглядела Я и так не хотела к ней идти А тут еще и тот мужик Я передумала и домой пошла А может быть вы что-то еще заметили? Звездочки на погонах Две было А что со мной теперь будет? Я ведь не по своей воле А дитя Она ж ни в чем не виновата Петь воды принеси Лида, успокойтесь Идите домой И никому не говорите Что вас изнасиловали Не надо У меня ж кто-то должен помочь Я попробую Петь, проведи Проведи Пошли Возможно неизвестный мужчина И есть наш убийца И кто он? Какие версии? Версий пока нет А вот скажите мне Пожалуйста, Артем Если бы вы въехали в квартиру Вы бы оставили фотографии прежних хозяев? Вы про фотографию ребенка? Угу Ну не знаю Шла война Возможно она не считала Что прежние хозяева еще вернутся Это логично, да Но почему не снять фотографию со стены? То есть думаете, что Рубинкова не зря обратила внимание на эту деталь? Ой, Серафима Рубинкова молодец Хотя бы потому, что задалась этим вопросом По вашему тону я слышу, что нахожусь на шаг позади от следствия Ладно, ничего Вот показания отца жертвы Я думаю, что они кое-что прояснят Иван Владимирович Ананьев Даже гражданинами называете Все правильно Поражен во всех гражданских правах Ваша дочь убита Спокойно, она не в тихо Петь Товарищ Сталин сказал Сын за отца не отвечает Ну правильно, а она дочь Все вранье, все Так, прекратите искатель правды Он все-таки добрался до нее Кто? О ком вы говорите? Йосиф Эткин До войны Мы с его семьей Я с его матерью работал Бросили мне в камеру записку Как он смог, не знаю Я ее наизусть выучил записку За моих дочь твоя ответит, мразь И подписаться не побоялся Йосиф Эткин Он был знаком с вашей дочерью? Да С семьями дружили И вы их семью списком фашистам? Так не я так другой Жить Оно охота, гражданка, следователь Ну ты крутился как мог Ну ладно я Сволочь Подонок Но он Боец Красной Армии Портрет Сталина небось Целует Он ее невиновную За меня Что еще о войне узнаете? Да что я знаю? До войны на Мельниковой 12 Их семья жила В 41-м Йосиф ушел на фронт Немцы Всех расстреляли А он видимо вернулся Так война же не закончилась Почему он вернулся? Не знаю Ничего больше не хочу говорить Уйдите меня Расстреляйте Кто на фотографии? Не знаю Врете? Больше ничего не знаю Немцы пришли Я им в списке Из ЗАГСа Дочь моя Лизочка Сама твоя Интересная вещица Да Так Вот информация Из военкомата Информация Из военкомата Эдкинт Йосиф Давидович 1910 года рождения Комиссован По ранению До войны Проживал На Мельниковой 12 Надо его найти Понял Ты выяснил Чего занимался Наняева до войны? В Киеве Сорокового года До этого Жилая работала Во Владивостоке Куда отправилась После медицинского Института В 35-м году Киевлянка Но сама Попросилась На Дальний Восток Попробуй сейчас Выяснить Почему И что это Вообще Нам дает Ладно Сейчас Эдкин дай сюда И вы все-таки Согласитесь Версия с незнакомцем Оказалась Самой рабочей Это вы Об Иосифе Эдкинде? Ну а что У него есть Мотив Эдкинт Ненавидел Отца Ананивы До него Он добраться Не мог А дочь Ну Эдкинт Работал В газете Советская Украина Газета Очень крупная Вы что же думаете У него не было Другого способа Отомстить семье Ананивы Я понимаю О чем вы Статья в газете Это прекрасный повод Для расследования Ну как вариант Да Может его Такие методы Не устраивали Я на Иосифа Давидовича Нарадоваться не могу Такой грамотный Вдумчивый А зачем он Прокуратуре понадобился Хотим Свидетельские показания Получить Ну вы с ним Помягче Переживаясь Что его В тыл Отправили Да и горе Такое Все родни Уничтожили Иосиф Давидович Угу К вам товарищи Из прокуратуры Да-да Я расследую Убийство Врача Ананевой А Отомстил кто-то Ну и замечательно Мы можем поговорить Вместе Мене о людном Вы знаете У меня Секретов От товарищей По работе нет Вот как Тогда сообщаю Что любое Убийство Есть тяжкое Преступление За которое Виновник Несет суровое Наказание А зачем мне это знать Я на войне Кроме фашистов Никого не убивал Я и награды За это имею Тогда ответьте Что вы делали Возле квартиры Убитой В день ее смерти И в течение Трех недель До этого Меня никогда Там не было А соседка Вас видела И каким образом Вам удалось Предателю Ананеву В камеру Записку с угрозой Передать Я вообще Сейчас не понимаю О чем вы меня Спрашиваете Брат Не рисуйся Поехали В прокуратуре поговорим У меня работы много Мне материал сдавать Тогда давай По хорошему Иосиф Давыдович Пожалуйста Поезжайте И все спокойно Там товарищам Объясните Хорошо Только вы теряете Мое И свое время Повернитесь в профил Вроде он В профиль похож Спасибо Тамара Романовна Можете идти Только подпишитесь Сначала Ну у вас И свидетели Вроде Не вроде То есть Отрицаете И записку Не выписали Слушайте Почему я Фронтовик С тяжелым ранением Обязан перед вами Отчитываться Я вообще хотел Чтобы эта сволочь Последние дни Своей жизни Прожила в страхе Не за свою шкуру А за дочери Понятно вам? Дочь его тебе Ничего не сделала А дед мой Бабка Мать Пять сестер И брат Что сделали? Послушай Так как теперь Смерть остановить? Все друг друга Поубивать должны Я не убивал Я просто нашел Где она живет И следил за ней Ее пальцем не тронул Приходил и не трогал Зачем тогда приходил? В глаза Я ей хотел посмотреть Спросить Там какой-то мужик За ней следил Он меня увидел Какой мужик? Ну узбек Или казах Что я там Различаю Глаза Узкие Что ты тут делаешь? А ты? Что тебе от нее надо? Что ты тут разнюхиваешь? Ничего я На работу иду На работу? Не ври Я тебя не первый раз вижу А ну стоять! Когда вы сказали Что ее убили Я даже не удивился Вот наверное Вот этот мужик И убил А когда последний раз Были возле ее дома? Ну где-то Недели полторы назад Врете? Вас видели В ночь убийства Как вы входили В ее квартиру? Я никогда не был В ее квартире А когда была ночь убийства? 30 ноября Около 8 вечера Ну ваших Свидетелей Я уже видел Так вот В этот день В 5 часов вечера Я по заданию газеты Уехал в Фастов Это может подтвердить водитель И другие лица А вернулся 1 декабря В 19.00 Проверим Проверьте А описать этого Узбека Вы сможете? Ну постараюсь Значит За убитой следили Ну если Верить показаниям Эдкинда То Его алиби Подтвердилось Я думаю Что врать ему Нет резона Ну может он не врал А вот скажите Если бы это была слежка Зачем Следящему Себя обнаруживать? Ну да Тем более угрожать Эдкинду Ну и что мы имеем? Узбек Или казах? Дал ориентировку Но пока ничего А с Владивостоком Связался? Дал телеграмму Просил телеграфировать Молчат А дай мне ножницы Зачем? Дай Вот тебе и узбек Похож? Не знаю Ну как говорят Мы им на одно лицо А не нам Но только портрет Чужого человека Носить не станешь Владивосток А знаете что я вам скажу Сера Афима Павловна Не узбек он Во Владивостоке Китайцев много И японцы должны быть Петя А телеграфируй еще раз Во Владивосток Нам их помощь Во как надо Понял Рубинкова Так Нашли труп Мужчины На татарке Принято Судя по ориентировке Это тот Кого мы разослали Вот опять Что опять Вызывает Дворжевского Икрутня Ох Опять бессонная ночь А ну не ной Местная детвора Прибежала И сказала Что труп в роще Я пришел А тут вот Смерть наступила Дня 3-4 назад Это получается Убили на следующий день После Ананевой Тут место глухое Сюда редко кто ходит Угу Точный удар Ножом в сердце Жертва сопротивлялась Кровь под ногтями И Синяки на теле При убитом Были документы Залиты кровью Имени не разглядеть Шиферный завод Фамилия Батыров По фамилии Вовсе не китаец Мужчина со снимка В кулоне Есть еще вещь Мешок Но в нем Ничего ценного Рубаха И горбушка хлеба Шиферный завод Ребята Не возитесь Нам красота не нужна Расчистили место Для подвоза цепочки И все Григорий Петрович Черни Мы вам звонили Следователь Рубенкова Серафима Павловна Капитана Верченко Хорошо что застали меня Я в кабинете не сижу Шустрим В Киеве крыш Проломленных много Скоро ударят морозы Надо крыть быстро Убит ваш рабочий Искандер Батыров Да Искандер Мы его Сашкой называли Формовщик И как он к вам попал Я подробностей не знаю Мы были эвакуированы В Узбекистан Там мы на работу взяли Рук не хватало А сюда чего решил приехать Я лично с ним не знаком Можно поговорить С начальником участка Вот с этим беда По дороге в Киев Он выпил И из вагона Курил С открытой дверью Но с работниками цеха Вы поговорите Может кто дружил с ним Общался Пройдемте Вот ребята Сашу знали Хлопцы Поговорите с товарищами Отвечайте подробно Все что спросят Я побегу Мне в горком надо Спасибо Товарищи Кто дружил с Искандаром Батыровым Сашко Ну я Трофим Что-то он на работу не выходит Его убили Япония мать Какие ж горы Что вы о нем знаете Ну вы не людина Значит Не погана Может быть что-то особенное Ну особенное Не при женщинах будет сказано Вони ж узбеки Вони ж всі Ну то Обрезані А в этом Все нормально Что вы смеетесь Я его в бані бачу Так что ты ничего не понял Я Два роки до війни Працював В Ташкенте На механічном заводе Так там Всі мужики Всі обрезані А цей ні Понятно И еще Він не знав узбекскую мову А ты что ли узбекский знаешь Ну знаю Не знаю Але заметил Так что она хоть спевает Так это не узбекский Ты перепутал Дядя Трофим То так я ему и не сказал Что ця песня Санобар узбекская Я її два роки назад У Ташкенті чул А де він в Києві жил? Знімав Кімнату У хозяйки На Константинівській Ви номер дома помните? Ну я так і показати можу Один жил? Ну наче один Бив я і не бачив Тогда пошли Ну зараз він Привдінуся Не зря этот медальон Вы мне так усердно показывали Колон Лиза сыграл Вы про сходство фотографии И рисованного портрета? Следователь Правда опоздала Батырова убили А вы что считаете Будь он живой Дело бы двинулось быстрее? Странный вопрос Конечно Ну знаете Иногда мертвые Красноречивее Живых Ну вот представьте Нашли бы они Батырова Ну наверняка он бы не сказал Всей правды А так знаете Да Значит Батыров мог что-то скрывать От следствия Интересно что? Да Искандер Нурдеевич У меня Угол снимает А что Все законно Он работает Я его зарегистрировала Угу Не возражаете Если мы осмотримся? Пожалуйста Только что освобожденным От гитлеровца в Киеве В собственной квартире Найдена повешенной Врач-гинеколог Елизавета Ананьева Женщине коротко Обрезали волосы Перед смертью Ее пытали В кулоне Который висел на шее Убитой Сыщики обнаружили Фотографию мужчины Азиатской внешности Через несколько дней В роще нашли труп В убитом Следователь легко Узнала того Чье фото Прятала в кулоне Лиза Выяснилось Это работник Недавно вернувшегося Из эвакуации Шиферного завода Узбек Искандер Батыров Но что могло Связывать Недавно приехавшего Узбека И киевлянку Врача Скажите А к нему в гости Кто-то приходил? Да нет Он сам иногда Не ночевал Он такой тихий Такой опрятный мужчина А когда вы видели Его в последний раз? Да где-то Неделю назад А что? Давненько Что ж это вас Не насторожило? А почему это Меня должно насторожить? Я 18 часов на работе У меня первый выходной день За две недели Я каждый день В 5 утра Ухожу И в полночь Прихожу А где вы трудитесь? На арсенале Разгружаемся Завод возвращается На Крещатике Завалы разбираем Так что некогда мне За Искандером следить А что случилось? Его убили Батюшки Да как это? Кто к нему ходил? Ну один или два раза Были с работы Но они поговорили На улице И разошлись Я его спрашиваю Почему он гостя не зовет? А он говорит Что нужно разрешение Ну ему даже разрешение Нужно было Чтобы и вилку взять На вилку разрешение Спрашивал? А он не всегда Винка ел Плов? Руками? Хотя где сейчас Рис достать? Сам ты руками Вот я сейчас покажу Такие палки чудные Палочки Еще он кашу ими ел Я говорю Неудобно Ведь кашу есть Интересно А он что-то Про свою даму говорил? Да никакой дамы У него не было Тасковал он Жена у него была Из наших И сын Но погибли Вот А кто вам Про это рассказал? Он сам сказал Искандер Чайку С удовольствием Виктория Александровна Что ж ты этими Палками ешь? Неудобно же Да вот Вилки нет у меня Чего ж ты не попросил? Я бы принесла А кто это у тебя? Родители Жена Положение А где они? Погибли они Виктория Александровна Так Чайку Палки заберу Сейчас принесу Вилку Снимок Вот эту карточку Я видела Это же Анонива Монета Иероглифы Монета Неужто золотая? Ничего себе Кажется Искандер Вовсе не убег Так нужно срочно Показать это Дворжецкому Пусть выяснит Что за язык И что за монета Угу Есть какая-то информация Правильно? О, еще какая Вот это Корейский язык Написано Семья Юн 1936 год А что такое Юн в переводе? Юн Это фамилия Фамилия Из Владивостока Прислали У них В 35 году Был Зарегистрирован Брак Между Ананьевой И Рымом Харимовичем Юном В конце 36 Они развелись И в 37 Ананьева родила Сына Виктора И записала На свою фамилию А что нам известно Об этом Юне Как там его? Рым Харимович Его вместе С остальными корейцами Выслали В 37 7 июля 1937 года Японские войска Входившие в коалицию С нацистской Германией Вторглись На территорию Китая Корея в то время Была частью Японской империи Советский союз Поддерживал В этой войне Китай Поэтому корейцы Проживавшие На территории СССР Воспринимались Руководством Страны Как агенты Японии Внутренний враг В сентябре 37 Года Всех корейцев Проживающих В пограничных Районах Дальнего Востока Депортировали В необжитые степи Узбекистана И Казахстана Корейская депортация Стала первым Насильственным Переселением Внутри Советского Союза Узбекистан Этого не сделал Золото Как он провез его В Узбекистан А потом оттуда Не думаю А Нанева Из Владивостока Их привезла в Киев И не одну Вот теперь понятно Почему ее Пытали Если монета не одна То этот юн Ехал не только к жене А и к золоту Угу А вы куда? На шиферный завод Но кто-то же Помог ему стать Батыровым И не за просто так Вывести депортированного Корейца Это огромный риск Который должен быть Оплачен Рубенкова Да Да Что? А теперь поподробней Витька Ты куда? Не догонишь Не догонишь Витя Ну что ты творишь? Ну я только постирала Вася А ты? Здравствуйте Антонина Вот пришел Потому что Не тот у нас с вами Разговор был В прошлый раз Тоня Кто это? Вася Это ко мне Петр А вы? Жениться на Тоньке Собираюсь Это хорошо Она вас уже Мужем называла А и правильно Ей муж А Витьке батька Наши вот-вот Ленинград освободят Мы сразу же туда поедем Там первым делом усыновлю А почему в Ленинград? Так я ж питерский Это меня здесь Под Житомиром Мину раскручивал В госпитале Тоня выходила Вася Забери Витю Идите в дом Тоня Потом Все Вы только Тоне не велите Витя сын Лизы Мы даже имя отца знаем Мы с Лизой познакомились Во Владивостоке Тоня Мне помощница По хозяйству нужна Платить будем Живите прямо здесь Еда Все что нужно У меня Много работы В больнице А муж На железной дороге Ну и вы Сами видите Готовлюсь Вежели Светлана Давайте я сама Давайте просто Лиза А я и не против В общежитии живу Так что я пока Комнату за собой Оставлю А там Если вам все подойдет То и совсем Перееду Ну и отлично Домработницы у них были? По хозяйству А потом Витя родился Но Лиза Работу не оставляла Кормить прибегала А я все время С ним Своих Детей иметь не могу А деньги у них Откуда? Арым был Замначальником Теговой подстанции Там Китайско-Восточная Железная дорога Поезда из Китая Туда-сюда Хорошо жили А почему развелись? Так это еще до рождения Витеньки Ну В общем по бумагам Развелись Почувствовал он тогда Что беда будет Лиза Нужно развестись Тебе скоро рожать Я же чувствую Ты бы видела Как они на меня Поглядывают Враг Арым Ну и что будет? Что угодно Вывезут Посадят в тюрьму Расстреляют И ничего нельзя сделать? Ничего Они же думают Что им можно делать все Высший суд С тобой везде Всегда понимаешь Ребенок Ты родишь сына Ладно? И он должен жить Все, Лиза Разводимся А потом будет все нормально Снова пожаримся У меня золота Много Все вам Только ты аккуратно Это крутой Все Накопил Только ты Осторожно Пользуйся Поняла? А в 37 Всех корейцев Увезли К Лизе Тоже приходили Но не тронули Вот мы тогда С ней И с Детенькой В Киев Уехали Она с собой Сакуаяж везла Все время Из рук не выпускала Сын был записан На нее А по бумагам Ребенка у нее не было Как? Лиза Батя в ЗАГСе работал Мы когда приехали Он говорит У ребенка Вон какие глазенки Записано Отец кореец Если хочешь Врачом работать Надо переписать Я Витю себе забрала А Лиза Видеться приезжала Помогала нам Денег давала А где она золото хранила? Да я не знаю Я никогда не лезла В чужие дела А вы Сказали Лизе Что собираетесь В Ленинград переезжать? Я так понимаю Витю вы хотели С собой забрать? Говорите Тоня Лиза мне пообещала Но в общем Предложила мне золото Если я Витю в детдоме Отставлю Откажусь от него И вы согласились? Да как тут не согласиться? Она же родная мать Она бы его Из детдома забрала Усыновила Отдала золото? Я в тот день Приходила за тем Чтобы сказать Что не отдам Витю ни за какое золото А сколько предлагала? Три кило Сколько? Витька Стой ты шалопай Меня интересует Кто отвечал За привоз Личного состава Работников Из Узбекистана В Киев Я Среди прибывших Оказался сосланный В Узбекистан Кореец Арым Юн Как так вышло? Кто? Давайте списки посмотрим Там все верно Никакого Арыма нет Да действительно Зато есть Искандер Батыров Вот справка Из Узбекистана Батыров Искандер Нурдинович Действительно работал В городе Кувасай Ферганской области Погиб в марте 1943 года В результате Несчастного случая На производстве Я не знаю То есть я знал Что у нас погиб человек Но с этим Разбирался директор Мне подали списки А можно справочку? А вот это странно Вы даже не помните Фамилию погибшего Я не знал Это знал начальник участка Который погиб По дороге в Киев Вот это странность Пройдемте со мной Зачем? Я проведу допрос Под протокол Возьмем у вас Отпечатки пальцев Вы знаете Убийца Как ни старался Но все таки наследил Поэтому Мы всех подозреваемых Я подозреваемый Очень хорошо Хорошо Я поеду с вами Мне нужно отдать Необходимое распоряжение И предупредить директора Григорий Петрович Вы куда? Ребята Задержите его А ну стоять 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 Тихо Рубашку снимите Вот это извините Я не у доктора Что же это вы гражданин? Демагогией занимаетесь Вы же не на профсоюзном собрании Снимай давай А что это у нас тут такое? Сарапины? Вы хотели выяснить Так уже Отпечатки пальцев этого гражданина Совпали с теми Которые мы нашли в квартире Ананевой Кровь совпадает с той Которая была найдена Под ногтями убитого Батырова Или Юна Как хотите Это клевета Жень А собирайся на обыск квартиры гражданина заместителя директора Есть Что вы там собираетесь искать? Золото Предположительно В японских монетах Упускаете последний шанс На смертную касть вы уже себе заработали Остается только Пишите Чертовы корейцы Они у нас были заняты на подсобных работах Этот юн Толковый Это сразу было видно Когда погиб Батыров Он упросил меня Мол Батыров местный Царо дня его там Он приедет в Киев Сколько обещал заплатить? Сто японских монет Говорил В каждой больше Тридцати трех грамм Это Три кило триста Откуда у него столько золота? Я тоже его спросил В тридцатых годах он работал по Владивостоке Манжурский спирт Через границу Контрабандой провозил С китайской стороны Тоже корейцы промышляли У них расчетная была японская золотая монета И что? И что? Как приехали в Киев Так и началось Хозяйка на работе Я один Ну? Где золото? Вот Это что? Это пока Остальное позже Ты что, охренел? Мы с тобой так не договаривались Гриша, не знал я Сына нашего увозят Жена за него выкуп обещала А я тут при чем? Я попробую с ней сторговаться Может меньше возьмет Остальное все тебе А если не согласится? Согласится А дам тебе килограмм или полтора Потом еще Ты что? Ты что желтой мордой творишь, а? Я из-за тебя башкой рисковал И сейчас рискую Ты мне теперь еще условия ставишь? А ты пойди и сдай меня Пусть меня заберут и подвесят Пытать они умеют И тогда я расскажу Как сюда приехал И как случилось так Что Семенович С поезда упал Ах ты ж тварь Не тварь я, Гриша Все что есть Отдам Остальное До конца дней Отрабатывать буду Так это Вы Начальника участка? Не я Напился он И сам выпал Ладно, дальше Я понял Монеты есть Раз не соврал в этом Значит и в остальном тоже Стал следить За кем? С его женой Он к ней часто шастал Понятно же Что золото она припрятала Я видел Она ездила в пущу К ребенку Я понял У какой бабы Она хочет его выкупить Здравствуйте Я от вашего мужа Еще раз повторяю Где золото? Где золото? Под третьей половицей Справа под секретаром Отпусти меня Отпусти Конечно Отпущу Зачем нужна была форма лейтенанта? А там в округе Лейтенантик Шарился Вот я и подумал Спутать карты Как убивали юна? Он подумал Что его жену Грохнула эта баба Ко мне прибежал Я ему назначил Встречу Чего прибегаешь? И себя и меня Под монастырь подведешь? Лизу убили Это кто? Это жена моя А я тут при чем? Помоги Витту забрать Мне нельзя туда И себя выдам И тебе достанется Не достань А ты думал Сволочь узкоглазая Где золото? В подвале дома Слева На третьей полке Там все Я понимаю Я виноват Но ведь они же преступники Кого я убил? Аферистку И контрабандиста? К тому же японского шпиона? Так вы себя Высшим судом возомнили? Ну посмотрим Как это поймет Самый обыкновенный суд В этой истории Все переплелось Время, политика Война Любовь Ну обычно я говорю Что все преступления От времени Мало зависят Но тут пожалуй Я с вами соглашусь Приговор убийцы 15 лет А время войны Некоторые приговоры Вызывали удивление Расстреливали Из-за меньше А тут Отправляли же на фронт Штрафники Его не отправили Но выше суд Еще никто не отменял Жил в Чернине долго Не дожил даже до мая 45-го года Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok